Приветствую вас. Вы знаете, чтобы адекватно отговорить свою дочь, вам нужно вероятно всего что-то, что могло бы её заинтересовать. Что-то, что могло бы быть ей интересно в той или иной степени. Что-то, что могло её привлекать в той или иной степени и так далее. Потому что без этих моментов вряд ли у вас получится как-то адекватно её отговорить. Ну, не заставлять же силы права дела. Ваше обращение, вообще говоря, понятно. Ваше переживание, вообще говоря, понятно. И вы, конечно, молодец, кто обращает за помощью. Но основной вопрос здесь, наверное, не в том, как отговорить. И не в том, что вы обращаетесь за помощью. А в том, по поводу чего вы обращаетесь за помощью. Заметьте, вы спрашиваете, как отговорить свою дочь. Но такое ощущение, что проблему вы решаете её, а не свою. А ведь психологи могут решать только проблему конкретного человека, который обращается. И мы не можем решать проблему другого человека. Например, проблему вашей дочери до тех пор, пока она сама к нам не обратится. Ну, с соответственно очевидно, что ваша дочь к нам не обращалась к нам обращаетесь забы, вы испытываете в какую-то степень тревогу по поводу того, что происходит. И, соответственно, именно эта проблема, проблема вашей тревожницы и原因 решать. Почему вы боитесь своей дочери, чем вы боитесь своей дочери? Почему вы не доверяете своей дочери? Почему вы не уважаете её выбор? Почему вы не принимаете её борок этот самый выбор И? И какие у вас есть предположения относительно того, чем обсловлен выбор вашей дочери? Ведь если вам этот выбор не нравится, значит вы, вероятно, считаете его в какой-то степени ошибочным. Если вы считаете выбор своей дочери в какой-то степени ошибочным, то, на мой взгляд, здесь есть смысл посмотреть на эту ситуацию с такой позиции, с позиции того, что важно вам может быть и что важно вашей дочери может быть. И как это все вы для себя, например, объясняете, как вы для себя это все подтверждаете. Скажем так. Вот, это то, что я могу вам сказать. Собственно, вот на это вам нужно обратить свое внимание при, скажем так, работе над собой в этой ситуации. Потому что если вы будете свою дочь пытаться отговаривать через принуждения, через агрессию какую-то, вот, то ничего хорошего из этого, к сожалению, не получится. Ваша дочь только лично настроится против вас. Поэтому один из ключевых моментов заключается в том, чтобы вы с одной стороны разобрались с себя и успокоились, посмотрели бы на причину своей трудности с другой стороны, поговорили бы, может быть, со своей дочерью, вот, и постарались бы ее, вероятно, заинтересовать чем-то действительно для нее важным и интересным. С другой стороны, если она выбрала себе мужчину, то вам нужно ее выбор принять, а если она ошибется, то это ее опыт, каким бы он не был, вот. И вам ее опыт нужно уважать также. Если вы не можете этого сделать, это уже вопрос больше к вам. Почему я не могу уважать выбор, например, моей дочери и, соответственно, как я к этому выбору своей дочери отношусь. Вот. На мой взгляд, это очень важная история. В целом, я думаю, что так можно ответить на вопрос на ваш, постарайтесь, пожалуйста, обходить по возможностям от идеи отговаривания кого-либо от чего-либо, это путь, который приведет вас в никуда. Вот. И, значит, старайтесь становиться больше на путь какого-то такого более, может быть, гуманистичного принятия того, что человек у вас. Вот. Постарайтесь разобраться, прежде всего, в себе, самой, и уже после этого начинать взаимодействовать в своей дочери. Ваша приводка ясна, но важно здесь, по-настоящему важно здесь то, что сделает вашу дочь счастливее. То, что может сделать вашу дочь счастливее. Это важно. Поэтому, на мой взгляд, ну, вам крайне желательно преследовать твои цели, то, что вам важно. и в соответствии с этим уже действовать. Аккуратно, спокойно, вежливо, осторожно, гуманно, бережно по отношению к своему ребенку. Конечно, если вам это все важно. Ну, хочется верить, что важно. Вот, в принципе, то, что могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.